Завод Белджи не единственный на уходящей неделе пример экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Вслед за контрактом на поставку калийной соли в Индию была достигнута договоренность о продаже белорусских удобрений и в КНР. Индусы будут покупать отечный хлорид калия по 227 долларов за тонну, китайцы по 219. Да, это заметно ниже, чем в прошлом году. Но такова конъюнктура рынка, и до конца года мы эти условия зафиксировали. Еще один довод в пользу построения экономики знаний, а не сырья. Сразу после подписания контракта в порту Клайпеды началась отгрузка товаров Поднебесную. Мой коллега Игорь Тур несколько дней провел на территории соседней Литвы и узнал немало интересных подробностей. В этом шествии в центре Клайпеды представители около ста компаний, для которых источник дохода море. Этот литовский порт один из крупнейших на Балтике. Отсюда каждый день отправляют тонны грузов на все континенты. И каждый год конкуренты соревнования по скорости отгрузки меняют на этот парад достижений. Праздник моря в Литовской Клайпеде можно сравнить с Днем Шахтера в Белорусском Солигорске. Оба города заточены на одном производстве, с которым так или иначе связан практически каждый житель. Да и сравнивать порт Клайпеды и рудники Беларусь-Калия корректно хотя бы потому, что эти предприятия работают в связке уже 20 лет. В 90-е именно из Клайпеды начал экспортировать удобрения Беларусь-Калии. По океану груз доставляется не так быстро, как по железной дороге, но гораздо дешевле. Первый контракт в Солигорске заключил с Литовской Бега. Стивидорная компания, от английского Стивидор, разгружать, принимала соль и заполняла ею корабли. Тогда, вспоминает генеральный директор Алоизас Кузмарскис, это были небольшие партии. В 1996 году было отгружено первое судно, первая партия белорусских калийных удобрений на экспорт через Клайпедский порт. Это как раз и сделалось компанией Бега. Первое судно, которое было отгружено, это было 3-3,5 тысячи тонн калийных красных удобрений, калихлор. Каждую неделю было по одному судну отгружалось калийное удобрение. И с каждым годом объемы росли, поэтому в 2013-м солигорский трейдер, белорусская калийная компания, за 30 миллионов долларов выкупил 30% акции Бирю Кровину Терминалес. То есть Беларусь-калий стал загружать корабли в Клайпеде со своего специализированного терминала. Это и быстрее, и дешевле. Литовский партнер заинтересован в том, чтобы у него была гарантирована поставка груза в ближайшее время. Наш партнер заинтересован, чтобы она была оптимальной, дешевой. Поэтому это стабилизирующее действие сыграл сам факт этой покупки. Это, конечно, привело и к увеличению объемов наших, и к оптимизации условий поставки. То есть это создало возможности торговать даже мелкооптовыми партиями. Мы можем сегодня дойти до каждого фермера и продать ему 100 килограмм калийных удобрений. Генеральный директор Бирю Кровину терминала, сокращенно БКТ, признается, главное преимущество этой сделки даже не прибыль. У Беларусь-калия появилась экспортная независимость, а выручка позволяет расширяться и дальше. В планах это есть. Мы намерены создать такую систему, чтобы завод мог спокойно произвести и отправить в Клайпеду. А потом со склада в Клайпеде продавать. Будет произведена реконструкция, будет углублен причал, будет построена технология погрузки кораблей, будут построены новые склады. Сейчас здесь загружают корабли в Китай. Беларусь-калий подписал контракт на 1 300 000 тонн удобрений. И о том, насколько важен Солигорск для всего порта, говорит такой факт. Китай в этом году определился с поставщиком позже обычного. Пока думали, на 17% просела вся отправка сыпучих грузов из Клайпеды. Наши белорусские партнеры являются самыми важными нашими партнерами на восточной стороне. Их объем составляет около 35%. От всего грузооборота в прошлом году было перегружено 13 200 000 тонн белорусских грузов. В администрации важным клиентам считают не только Беларусь-калий. Вся отечественная нефтянка, Гродно-Азот, металлургический завод тоже экспортируют из Клайпеды. Со многими работает Класко, самая большая стивидерная компания в порту. Здесь говорят, белорусы-партнеры надежны. Мы знаем, что за выполненные услуги мы получим оплату. Потому что есть строгая монетарная политика, мы за этим смотрим. То есть экономика и присмотр с белорусской стороны, и также с нашей стороны. И каких-то межзадолженностей, каких-то разногласий действительно нет. На рабочем уровне друг другу помогаем и совместно решаем вопросы. Надежность. Этим словом белорусских партнеров характеризует литовский бизнес в любом городе. И официальный Вильнюс заинтересован не только в туристах из Минска. К тому же здесь есть предприятия, которым в 2016-м в Беларуси интересовались больше, чем Клайпедским портом. Литовский монетный двор чеканил первое в истории Беларуси металлические деньги. Было это правда в 2009-м, но сейчас в Вильнюсе готовятся отправить в Минск коллекционные наборы монет. Каждая партия выборочно проверяется на этом аппарате. Изучают вес, состав и прочность. И директор Саулюс Войтыкуна, взгляда на нашумевшую в байонете фотографию расколовшегося двухрублевика, успокаивает. Это небольшие издержки массового производства. Это или нарочно выбранное, это возможно сделать молотком, допустим, или просто какая-то ошибка при массовом производстве. В внутреннюю часть монеты входит металл из кольца, и она просто как замок закрывается. И может быть какие-то были вещества, которые туда попали, и она хорошо не закрылась. Кстати, белорусские монеты и новые банкноты уже появились в музее денег Банка Литвы, одном из самых больших во всей Европе. Одно движение ящика или клик по монитору, и на экран выводится информация о Беларуси. И здесь, среди бесконечного количества монет и банкнот со всего мира, говорят, привыкнуть к новой валюте несложно, ведь Литва привыкла к евро, а это вообще другая система эмиссии. Мы не можем чеканить или производить банкнот столько, сколько мы хотим. Это все считается, это все координируется с Европейским центральным банком. Сколько мы в год, например, ну в 17-м году, сколько будем чеканить евромонет, сколько будем производить евробанкнот. В том числе с переходом на евро банк Литвы, аналог нашего национального банка, связывает снижение товарооборота с Беларусью. Новые деньги, новые условия и, по сути, новая экономика. Минск действительно немного выпал из поля зрения Вильнюса. Но обоюдное желание вернуть отношения на высокий уровень есть. Главное – сделать более интенсивными отношения между конкретными предприятиями Беларуси и Литвы в перспективных сферах. Речь идет о логистике, продовольственной сфере, металлообработке, химической промышленности, медицине и туризме. Именно эти сферы могут дать ощутимый рост товарообороту уже до конца этого года. И для Литвы, которая 12 лет назад вступила в Евросоюз, Беларусь – это мост на еще один мультирынок. Вильнюс понимает – местные предприятия получат огромную выгоду от прямого выхода на Евразийский союз. За последние несколько лет Литва ощутимо изменилась. Стали больше внимания уделять инвестициям и бизнесу. Соответствующим образом меняется и облик литовских городов. Основной вектор интереса официального Вильнюса направлен, конечно, в сторону Запада. Это и понятно, учитывая колоссальные возможности рынка Евросоюза. Но Минск – партнер исторический, а значит, приоритетный. Игорь Тур, Дмитрий Буй, Контуры, Вильнюс, Литва.